Россиянка, временно проживающая в Турции, сравнила стоимость отдыха в российском курортном городе Сочи и турецкой Анталии и назвала самой дешевой из них. Своими выводами девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс.Дзен». Так, в первую очередь путешественница проанализировала цены в ресторанах, по ее подсчетам, блюда в Сочи обойдутся на 73,5% дороже, чем в Турции, зато алкоголь – дешевле. Кроме того, согласно ее наблюдениям, в Анталии ниже и стоимость продуктов на рынках – на 5,8%. Сравнивая цены на транспорт, девушка отметила, что в этой статье расходов по всем пунктам выигрывает Сочи. В Анталии дорогой бензин, высокие цены на такси. Поэтому даже в аэропорт я всегда заказываю трансфер онлайн, а не звоню в официальную службу такси. Личные автомобили в Турцию всегда перегоняли из России и через Грузию. Покупать их на месте очень дорого, пояснила она. Вдобавок россиянка включила в отчет аренду квартиры, коммунальные услуги и покупку одежды. Подводя итог, туристка отметила, что практически все проанализированные ее пункты, включая аренду жилья, питание в кафе и продовольственные товары, в Турции стоят меньше. Таким образом, и отдых в Анталии обойдется дешевле. Ранее в феврале эксперты сравнили стоимость проживания в отелях Турции и Сочи и пришли к выводу, что наиболее доступные недельные туры по системе «Все включено» на даты конца февраля предлагают турецкие курорты, в частности, отели турецкой Анталии. В некоторых турецких отелях категории «5 звезд» можно забронировать турпакеты с системой Ultra All-in Closive за 54-65 тысяч рублей на двоих в неделю. Если видео было вам полезным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.